Ребята, стоп, 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 стоп. Два брата играют сегодня вместе. Почему? Как давно? Что? Два брата играют сегодня вместе. Почему? Только русские связи или есть что-то больше? Я отвечу очень широко. Дело в том, что мы начали играть с 82 года. Была команда оркестров и нелегкой музыки. Кроме того, после этого мы играли в Клёшко. У вас сделка, ваш проект, по проекту ударных инструментов Михаила Шиповцева? Да, ну, да. Это был одноразовый концерт? Нет, нет. Егор, а как у вас на путь германии? Не одноразовый. Это было очень много. Еще раз. Добрый два. Как вы относитесь к гурналистам? Гурналистам и как? А коммунистам и как? Аксионистам и как? Аксионистам и как? Два года назад вы должны были, вроде бы, посолком реанимировать группу ДК, в том числе Сергея. Какова сейчас судьба этого проекта? Я могу сказать, на самом деле, сначала была у Егора такая идея, вот, по реанимации ДК, перепеть песни ДК. Сейчас проект несколько более широкий. Планируется реанимация журнала «Пандокультура» на презентации первого номера для восстановления. После девяти лет и в молчании будут играть гражданская оборона и ДК. Мне придется принимать участие в группе. А три О? Три О, четвертого играем в зале Чекутского. То есть сейчас еще есть? Три О, живо, да. Что касается ДК, вот завтра как раз Егор встречается с Жариковым и будут обсуждать проблемы ДК и проблемы совместного концерта. Ну, я насколько помню, Егор, по крайней мере, два года назад Жариков плохо относится. Нет? Я? Жариков никогда плохо не относится. Вы что, москвуете? Возможно. Да, вот. Жариков всегда очень хорошо относится к Жариков. Сколько лет вы еще собираетесь играть? Сколько лет вы еще собираетесь играть? Не знаю, я не понимаю. А, я думаю. Ваше отношение к самоубийству не было? В общем, за мной. Ужасное. В общем, освою. Эти были виды. Алипа второгоображения? Почему тогда вы пояснили? Нет, я... Как вам повиня? А что за дупинг был сегодня перед концертом? Да. Что за дупинг перед концертом сегодня был как убийство? Какой? Убийство. Вот какой мне интересен сейчас? Это... Как бы не представлять, где это значит. Давай, 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 давай. Ааа... Ну, вы что имеете на? Ааа, ну... Чем, чем, чем? Давайте дальше спрашивать. Вы не посажете, что испоконят? Что испоконят? Нет, конечно. Вы считаете, что публика адекватно принял? Нет, я не считаю. Почему? Я не считаю никогда, что адекватно воспринимаюсь. А о чем Вы тогда делаете? Почему такой расход? Ну, Господи. Дело в том, что, допустим, делал, это везоба свиной за. Понимаете? Егор, она... И Сергей делает везоба свиной за другого, понимаешь? Он делал везоба свиной за другого. Понимаешь? У нас шесть человек в команде, понимаете? Мы все разные. Я считаю, что это очень нормально. Потому что все делают разную. Все делают разную? Ну, Вы говорите, не менее, только Вы идете в разрез. Вас не понимают. Почему? Почему? А вот почему. Потому что понимают буквально. Ну, Абазгита, кто играл сегодня? Ну, Наташка, жена моя. Что доказывает Вас? А? Что доказывает? Да, ничего. Это абсолютно ничего. Почему? Ну, потому что человек, что вы, ты скажете, живой. То есть, я просто выкажу. Ну, хорошо. Допустим, если я скажу, вам будет непонятно, понимаете? Спорт Экспресс. Спорт Экспресс. Потому что мы... Команда Аджи, да. У Наташкина, скажите, у нее Спортак, а у меня Аджи. Ну, болеем, да. Матч, матч, матч. Поманду. Ну, как я думал, в последнее время поддерживали коммунизм? Как классно, чтобы победить не было в Кургогове? Никак. Вы уже не поддерживаете коммунизм? Вы всегда будете против? Ответ очень хороший. Никак. Мы не знаем, кто такой Михайлов. Мы не знаем, что такой Михайлов, что такой коммунист, что там, я не понимаю, что... От политики... Вы вообще, а политичный человек? Это чувак смешной. Смешной? Да. Вот, блин. От людей, у всех государств, лень, собачка. Я знаю. На какой стадии у вас русско-белорусский праздник? Не смешно вообще. От жизни? От жизни? От нас, к вам, только не. Курск понравился? Очень хорошо. А где вы еще что-то? Не знаю. В прошлый раз мы были здесь, были здесь хорошо. Ну, это как зал? На базе отдыха, не знаю. Ну, музык, не знаю. Буквально параллельщик был здесь в концерт к ремонтурии, когда Григорьев вошел на эту сцену, он сказал, что... Когда он был в первый раз в здании, он понял, что война еще не кончилась. У вас какие-то ощущения? Нет, какие-то. Абсолютно. Отлично. Я его немного подправил на здание. Знаете ли вы о том, что ваши поклонники подчинили песню «Среди покланов» в двух секретах? Нет, не знаю. И что... Как вы думаете, вы еще когда-нибудь седете? Ну, честно говоря, я с удовольствием. Игорь, как продвигается русский-белорусский прорыв? Какой? Ну, в концерте в Минске, после концерта Минске вы давали интервью и планировали... Там, у вас был русский прорыв? Какая обстоятельность? Какой, это я не знаю. Я не могу. Русский-белорусский прорыв? Я не понимаю, что... Как это скоро будет? Так, так скажем. Сомнеспасенский, что? Вы понимаете, что я уже... Вопросы очень устраиваются. Как мне кажется. А допустим, Сергей, допустим, он гораздо лучше понимает. У меня живет и кота. Понимаете? У меня вот... У меня второлица? Нет, абсолютно. Разумеется, у меня второлица. Одного зовут Бётик. Хорошо, что по себе, так сказать, в голове, если я сам уже сверху не могу. Одного зовут Пишут. У меня поэтому, так сказать, интернет пишет. Понимаете? Ну, не подумайте просто. В том этапе, да? Ну, может быть, не обучено, конечно. В одном интервью вы сказали, что вы с самого начала чужой. Глобально чужой. Что вы об этом можете сейчас сказать? Чужой по отношению к кому? Вообще. Другой, просто другой. Вы сейчас можете это подобрать? Нет, в каком интервью? По отношению ко всему. Ко всему. Я не знаю. Повторите, где это было сказано? Где это было сказано? Это было сказано в интервью в году, там, 1993. Если вы есть, честно, не припомните, что вы сейчас в совет в распечатках, в каких-то случаях, которые ксерокопии предоставляют сейчас. Это не факт, что это было. А, вот как. Во-первых, это раз. Во-вторых, это непонятно, значительно кого, чужой. Отночительно всех абсолютно оказывающих вас в день. Такого никогда не было. Говори, безумие. Нет. Так что. Егор, что тебе приличает в современных фильмах? Есть ли фильмы, которые... Или режиссеры, которые тебе... Брат 2. Брат 2. А? Нет. Почему песен? Как не было с первого с Муратовой? О-о-о. Вот это да. Это хороший вопрос. Вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что мне, честно говоря, максимально бы хотелось бы у Муратовой сделать клип. Клип, а фильм просто. Тарас, ну, игра в классике. Это я бы снимал. Ну, а какому там стадии играть? Вы с ней разговаривали по этому? Ой. Дело в том, что... Давайте отвечу очень так, полномерно. Дело в том, что, так сказать, у меня была идея какая. И сегодня об этом очень много и очень долго рассказывал. Ну, вот... Для того, чтобы снять этот фильм, нужно очень много денег. Понимаете? Очень много. То есть денег, причем, чиновичного, какие-то миллионы, там, долларов, марок и так далее. Ну, как выяснилось, именно как выяснилось, собственно говоря. Ну... Спасибо. 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 Спасибо.